Сколько нужно раундов команде Астралис, чтобы забрать карту Денюк против своих оппонентов? Вот, например, на первый понадобилось всего лишь 17, а сколько понадобится на второй? Сейчас и проверим, друзья. Судья РУХА, Парсений Синитреноженко, Александр Закрега-Думенко для вас комментируют еще и это вторую карту. Выход быстрый на Аплэнд, через будку решили пройти ребята с команды Астралис, где 100 удалось забрать всего лишь одного соперника, ситуация, ну, кардинально поменялась, была игра хедшотом Джи Ви Бролана и, в конце концов, девайс последний тоже падает от Джи Ви и Астралис. Ну, слишком, наверное, опрометчивое решение сделали, когда решили просто так вот через будочку на изи затащить против Фнатик. Все-таки Фнатики играют сегодня не очень хорошо, но так, чтобы прям уж просто было, наверное, нет. Но играют, кстати, Фнатики за КТ на карте Астралис, на карте Денюк, поэтому, может быть, какое-то чудо будет. Почему чудо? Потому что после трейна, после пика команды Фнатик, действительно, победа на Нюке, на легендарном Нюке у Астралис будет реально чудом. Ну и вот уже Фнатики взяли столько же раундов, сколько взяли на всей первой карте. Теперь же можно продолжать бить рекорды, брать еще и второй. В принципе, Астралис здесь не закупаются, 2000 у них есть, это потенциально второй для Фнатик. Фнатик Ринс с Юмпом стоит, просматривает дверь. Именно там находятся два игрока, остальные три им находятся на улице. Ну и просто-напросто сейчас будут сливать. Ух ты, ничего себе, пролетает-то там по твисту. В голову 37 кп у него остается. И страшно мне стало за твиста, ему тоже, видимо, тоже. Стало страшно, и он перетягивается на другую позицию. Живи, просматривает улицу, но пока 5-5. Стоит у нас девайс, чекает даль с P250. Тем временем, Мэджикс прошел у нас вниз. Живи решил сыграть агрессивно, вышел из-под красного и забрал девайса. Ну и при этом зашел назад, размена не произошло. Ну, слишком плохие пистолеты, на самом деле, у команды Астралис для этого раунда. Поэтому все расковывание могут себя чувствовать игроки из команды Фнатик. Мэджикс, Гзипикс и Глейв вдвоем будут через дверь действовать. Один пытается как-то там обойти, это Мэджикс, но ходит туда-сюда. Замечает Живи, тот уходит за красный. Ну и в итоге пошла дверь, Кримс был к этому готов, у него Юмп. Падает Мэджикс, но и Глейв, я думаю, вот-вот тоже погиб. Все так, 2-0. Живи сделал 3 фрага, 2 фрага от Кримза. Ну и вот теперь закупочка будет от команды Астралис. Сейчас посмотрим, что нам ребята преподнесут уже, можно сказать, на байраунде, когда силы будут равны по девайсам и как они отыграют за сторону атаки. Очень много тактик у Астралис. В общем-то, как и у любой другой команды должно быть. Это и рампы, и улица, и Б, и А, и, в общем-то, проход через сумаки на точку Б через вентиля. Я, ну, давайте смотреть, здесь Мэджикс получает от своего тиммейта 9 урона. Ну и минута 40 начинается этот самый третий раунд для коллективов на карте Денюк. Девайс у нас откидывает сейчас смок с тиммейтами на улице. Твист, естественно, никого видеть не будет. Но он даже не пытается, он просто уходит назад, чтобы случайный хэдшот не получить. И Астралис на степе идут в направлении ангара. Не вниз спускается, а попробует, наверное, зайти в ангар. Твист нашивает там, пытается, но, опять же, он никого не видит, поэтому ничего у него в этом случае не получается. Ну и, кстати, фнатики рискуют. Зашли в ангар, если бы тут кто-то находился, без флешки все это сделали. Возможно бы погибли, но им повезло. Три в ангаре, мэджиск снизу. А есть при этом Зипикс, который чекает спину, плюс у него бомба. Твист забирает Девайса. Преимущество получено. Ну а теперь, наверное, не стоит вылазить. Потому что и время, в принципе, уже работает на команду Фнатик. Но Твист считал по-другому. Решил постреляться с соперником. В итоге погиб от Глэева. Но 30 секунд до конца бомбу Зипикс подбирает. И пока что уходит снова, судя по всему, в десятку. А это значит, что все-таки на Апленд решили, видимо, пойти игроки команды Астральц. Хотя нет, передумали. Пошли на Б. Тут подсадка. Дживи на ящике. Делает один минус. Живет дальше. 15 секунд до конца. Зипикс пытается его убить. Но Дживи делает самый важный фраг в этом раунде. Зипикс падает. Бомба выпала. Шансов у Мэжевска не остается. Дживи продолжает. Вот что он начинал на первой карте. Отлично отыгрывает. И вот теперь вот делает три фрага в этом раунде с Фамаса 8 на 0. Он уже идет к этому третьему раунду. Это стабильно по сколько? Почти по три. Вот еще бы один фраг сделал, можно было бы сказать, реально стабильно три фрага в раунде делает. Отличный показатель. Хорошая статистика сейчас для него и его коллектива. Ну а вот теперь вот уже в принципе можно понемножечку начинать ловить коэффициенты, друзья. От нашего партнера Паримач, например, на вторую карту на победу команды Астралис дает 1.28 уже. То есть это, по сути, можно сказать, прогресс. И на Фнатик 3.64 тоже интересное решение. Не забудем сказать, что это пик, разумеется, ребята из команды Астралис. Хаешка не совсем удачно улетела за пределы карты. Там никого из команды Астралис не было. Подходят на степе у нас все ближе игроки команды Астралис. Снова по лангу. Бомба там же. Такое впечатление, как будто тот же раунд пытаются повторить. Но тут у них нет абсолютно ни гранат, ни девайсов. Одна из гаешка от Мэджиска. И, по сути, именно его охраняет там несколько игроков. Джи Ви при этом вышел из гаража, забрал моментально Мэджиска. Дюпри ответил со скалы. Сказал Джи Ви, не надо шутить. И вот так легко выходить из-под позиции. Девайс во время забрал Кримза. А вот теперь первые трудности начинаются, судя по всему, у команды Фнатик. Три СВП, Эмка и Юмп от Гзиста. Но позиции-то утрачены. И остается лишь играть очень глубоко. Отталкиваясь от плента А и Б. Соответственно, команда Астрали сможет просто-напросто получить контроль. Она уже получила контроль карты, в принципе. И, соответственно, можно зажимать как один, так и второй плент. Но играет довольно медленно, аккуратно. Понимают они, что, в принципе, за этот раунд стоит побороться. Хотя потенциально они, ну, делали, скажем так, половномерный итог на следующий раунд. Потому что сейчас у них закупка до двух тысяч. Вот Мэджис закупился до сотки. Ну, а так вообще... Что делать команде Энс? Не знаю. Потому что здесь она не играет. А вот команде Фнатик нужно просто-напросто уходить на сейв. По всей видимости, Гзист, Бролан и Твист будут сейвить свои девайсы. Это Авик у Твиста, Калаш у Бролана и Юмпик у Гзиста. Вот она Астралис. Команда, которая начинает на второй карте также забирать свой первый раунд для себя. Ну и не забудем, что ребята за атаку. Поэтому, в принципе, при счете 3-0 ничего такого сверхъестественного не произошло. Первый раунд берут. С деньгами есть небольшие проблемы у Фнатик. Но за счет сейва, в принципе, деньги ребята найдут. На следующий все будет неплохо. Зипекс у нас. Девайс так не получил, собственно, как его тиммейта. Ну и единственное, что нашли, это Калашников для Дюпри. Ну, конечно, раунд из ничего. Вот Астралис одна из немногих команд, которые умеют брать такие раунды. Ну, вы смотрели просто только что Нюк, на самом деле, Виталити Энс, да, и там ничего подобного не было. А вот тут все-таки чувствуется уровень команды Астралис на карте. Просто прошли по улице под одну СГшку. Забрали по большому счету GE. И все. И взяли раунд. Потому что очень круто законтрольный. Много областей. Но посмотрим, смогут ли Фнатики еще нам что-то предложить. Играют они все-таки за КТ. На карте, где КТ должен доминировать. Поэтому, в принципе, за счет хорошей стрельбы еще что-нибудь выйти может. То стрельбы не было на Трейне просто. Отчасти она появилась, конечно, в тех раундах, которые мы видели на Нюке. Но продолжат ли они играть на раунах команды Астралис? Вот в чем вопрос. Накидываю сейчас до Ча немного гранат на улице. Полетели смоки. Снова стеночка. И снова аккуратно на шифте игроки команды Астралис проходят вот пристройку. А вот куда пойдут потом. Ну, снова решили, наверное, в ангар пойти, да. То есть, такой раунд мы уже видели. А нет, гараж идёт. В этот раз пошли в гараж. На степочке. Живи, кстати, немного просел там. Зипикс, я так понимаю, с ним стрелялся. Ну и 45 секунд до конца. Еще минут, точнее секунд 20. И надо выходить на план Б. Первые гранаты пошли. Откидываются ребятами из команды Астралис. Кримса по-по-проблемы. Кримса. Умирает он уже здесь от Глэйва. Дживи спускается плавно по лестнице. По лестнице. Все неплохо. 9 на 1. 9 на 2. Статистика становится его. Потому что Глэйв убивает еще и Дживи. И Астралис включаются. Начинают свое маленькое доминирование уже еще и в этом раунде. Нужно здесь Бролну действовать. Убивать еще кого-то. Потому что по деньгам проблемы огромные у ребят с командой Фнатик. Но нет. Астралис и раунд буз. А со временем есть ли проблемы? Вот в чем вопрос. Бомба устанавливается. Здесь убить бомбу, конечно, было бы, может быть, неплохо. Но нет. Не получится. Астралис второй раунд для себя. Забираю. 3-2. А, соответственно, экономика команды Фнатик разрушается. И, я так понимаю, начинается серия раундов от команды Астралис. Как минимум 3 подряд они могут взять. Ну, 2 уже взяли. И, вроде как, 3 взять. Это вопрос времени. Скаут у нас от Гзиста. Все остальные берут пистолеты. Ну, на нюке, в принципе, форсы можно тащить. Но вот насколько это реально. Выстояние команды Фнатик против Астралис. Не знаю. Астралис играет довольно активно по лонгу. В этот раз каких-либо смоков. Гзист попал, кстати, по девайсу. Ну, и сам просел. 36 кп осталось. Ну, и, наверное, стоит дальше выходить, стреляться, реализовывать свой скаут. Гзист это понимает. Правда, отходит назад. Видимо, пытается более выгодную позицию занять. Ну, а тем временем контроль продолжается. Контроль пуша, да. В принципе, карту команды Астралис пока что не контролят. Но и пушить не дают. Ну, я думаю, со временем просто раскинут. Минимальным какими-то гранатами. И будут выходить. Хотя, опять же, раскидка Аплэнда это всегда риск. Там на будке часто играют за вентиляцией. И, как бы, ослепить всех ты не сможешь. Поэтому, наверное, Астралис принимает решение снова пойти по улице. И в этот раз они уж точно, наверное, зайдут в ангар. Или снова спустятся в гараж. А, это они так ходят просто под таким углом. Чтобы их не было видно. Ну, кстати, попали сейчас неплохо. По Зипексу забрали его. В те время девайс забирает Кримзак. Команда Астралис начинает пушить нижний этаж. Бролан пытается жить, не получается. В те время Джи попадает с дигла. Играет вентиляции. К нему спускается тиммейт. Девайс забирает листа. Джи Ви на размене. Пытается подобрать девайс, но не получается. Акзис, кстати, реализовал свой скаут. Забрал Мэжеска. 30 секунд до конца нужно подбирать бомбу. Рядом с бомбой находится Дюприх. Играет довольно аккуратно. Дабы не погибнуть. Ну, и позвал тиммейта на помощь. Ну, акзис все там же. Здесь, кстати, я так понимаю, я не видел просто, что он забрал бомбу. Ну, и падает от плыва. Это 3-3. 3-3 вот и сравнялись ребята из команды Астралис со своими оппонентами. Но это пауза, кстати, от команды Фнатик. И вот теперь будут уже думать, что да как преподносить. Вижу, чатик уже параллельно закрыл все вопросы на этом матче. С счетом 3-16 для команды Астралис. Нет, ребят, подождите. Здесь Фнатики поборются 100% параллельно. Вот уже спрашивают люди, Хероик или Найпи. Мне лично кажется, что у Найпи есть хорошие шансы. Вот прям очень хорошие. Мне безумно просто понравилась игра их вчера против команды Виталити. Сплопски реально круто смотрится. То есть если они опять же ворвутся сегодня против Хероик с той же игрой, что была вчера, мне кажется, они должны побеждать. Ну вот лично мое мнение. Да и Хероик в принципе неплохой коллектив. Вот единственное, что вот буквально на последние две недели не самые лучшие результаты у них. Но в целом я думаю, что все равно бой будет зрелищным и интересным. Гзист вместе с тиммейтами готов принимать выход на Аплэнд. Глейд забирает живи. Астралис решили сыграть через Винтеляцию. Но в итоге потеряли одного из тиммейтов, но забрали игрока команды Фнатик. Поэтому 4 в 4 в принципе играбельно. Выход на Рампы. Бролан в те времена на халпе. Коктейль Молотова словил. Начинает гореть, уходит назад. И команда Астралис спускается вниз через вилку. При этом на Б-плэнте, я так понимаю, пока что только Твист играет в аквариуме. Чекает левую часть выхода. Ловит зипик, который шел на сближение. Ну и проблема в том, что бомба выпала в аквариум. Твист получил сейчас коктейль Молотова, уходит назад в тупики. Бомбу по большому счету он отдает. Ее подобрали очень быстро, как и команда Астралис. Ну и в принципе им ничего не мешает ее поставить под хорошим углом для себя, пока лежит Смок. Бомба стоит, девайс накаляет обстановочку, пытается забрать игрока в коротком. Мэджис падает от Бролана. Дюпри тем временем на плэнте. Чекает лонг, там у нас находится Гзист. Дюпри падает от... Точнее, не падает от Дюпри, Бролан в ответе. Ну и девайс один, три. До свидули. Три-три. Четыре-три. Четыре-три, да. Да, фнатики будут брать четвертый раунд для себя. Но вот не все так просто. Для команды Астралис. Вот он еще один раунд, конечно, не без проблем. Но и с деньгами там все очень хорошо. Ой-ой-ой, XZ, X1 на 5, 1 на 6 Мэджиск. Вот эти ребята должны сейчас немножко подсобраться, подделать фраги и свою команду вперед вытянуть. Пока сложновато получается, но счет более чем неплохой. И для команды Астралис на данный момент. Да, рассуждаю, что, конечно, они здесь явные фавориты. Возможно, не самый лучший, так как фнатики все еще выигрывают. Но в целом более чем неплохой. Пять калашей. Быстрый раунд. По всей видимости, Дюпри врывается в вентиль. У него это получилось сделать в этом раунде. Глейв просил серьезно. Твист. Будет ли открывать дверку? Ровно справа от Дюпри сейчас стоит снайпер команды Фнатик. Твист. Решил обойти через маленькую дверь. Заходит как раз таки и пытается чекать позиции. Но там уже есть люркер. На точке Б там уже вся информация дана. Твист вообще сам не понимает, где может найти Дюпри. И сейчас получит в затылок. Ну ладно, не в затылок, но во все тело. В любом случае, Дюприз сделал фраг. И, по сути, Б свободно. Еще и Девайс ЖВ перестреливает. Смог. Это 5-3. Большинство Бролан также падает. Спокойный раунд для команды Астралис. Ну, заходят они в итоге на точку Б. Фнатики выбивать, естественно, не будут. Ходят на степе по десятке. Пытается найти, возможно, игрока, который запирающим работает у команды Астралис. Это чаще всего бывает Дипекс. Но не нашли его и уходят на сейв на Т-спаун. 4-4. Еще один раунд для Астралис. Ну и опять же, если игра будет в таком темпе, по такому сценарию проходить, то Астралис должны набирать 8 раундов, наверное, за террористов. Да, то есть даже с учетом того, что Астантики какие-то раунды берут. Но пока что мы видим доминацию команды Астралис. Да, бомба взрывается. Это 4-4. Что с деньгами? С деньгами проблемы у ребят из команды Фнатик. Такие достаточно серьезные. 250 долларов у Кримзаун. За сейвец долларов у Брона. Не вижу смысла здесь закупаться, наверное, для команды Фнатик. Лучше уж сыграть с двумя девайсами и пистолетами. И в следующем иметь хорошие девайсы. Есть луз-бонус двойной. 2-400 дастся в следующем. Да-да-да. Все так. Все именно так. Не нужно закупаться. Возьмут ребята пистолеты. И отыграют. Попробуют отыграть с двумя девайсами. Не получится. Можно уйти на сейв. Ну или что-нибудь там придумать уже по ходу дела. Планы именно такой. И Астралис имеет шанс, в принципе, выйти вперед впервые на карте Дынюк. Если я ничего не путаю. Да, я ничего не путаю. И сейчас, возможно, это и произойдет. Мэджиск нашел одного. Второго также информация известна. Кстати, первый девайс уже отлетел. Находят еще EGV очень просто. Кзипик взрывается, убивает Брона. Это потенциально, да, действительно пятый для команды Астралис. Ну уж очень просто. Играет в этой ситуации Астралис. Решили играть активно быстро. Ну и только сейчас Гзип делал первый минус. Выходит дальше. С девятки проверять Аплент. На, там уже три человека. Еще один раунд для датского коллектива. Шесть до конца. В районе пяти тысяч команды Фнатик. Этого хватает нам. Это неплохой бай. Есть Амки, есть Авик. Нет, правда, коктейлей Молотова. По идее. То есть на коктейли гранат не хватило. А коктейли, поверьте уж, на Нюке очень хорошо останавливают раш. Ну вот один коктейль у Гзиста есть, но этого не хватает. Ну, может быть, без гранат Фнатиком. Бывает такое, что команда без банок играет. Ну, какие-то команды, да, без банок иногда играют лучше. Оп-па-ча. Джи-ви. Стоп. Стоп-стоп-стоп. В итоге попросили игроки команды Фнатик сделать стоп. Куда-то пропал у нас Джи-ви. Просто вылетел. Джи-ви? Джи-ви вроде на сервере. Пропал игрок Астралис. А, пропал игрок команды Астралис. Да, и Джи-ви получил деньги за него. А кто у нас там пропал? Пропала собака по кличке Люси. Дю-при, Глейф, Майджик, Зипе. Девайса нет. Девайса нет. Все. Все есть. Все есть, кроме девайса. Ну, опять же, думаем, это быстро пофиксят. В принципе. Ну, и главное, просто-напросто подождать. Ждем. Ждем, друзья. Опять же, читаем параллельный чатик. Отвечаем. А давайте, кстати, быстренько глянем вообще, что по результатам у нас. И кто сколько настрелял. Девайс перезашел. Пинга 65. Но сейчас она быстренько опустится. 0-0 у него статистика. Говорит, давайте мне деньги. И можно продолжать. Да. 2 на 6 Гзипекс, Мэджик 3 на 6, 6 на 5 Глейф, 6 на 5 Девайс, 9 на 4 Дю-при. 11 на 6 Джей Вик, Римс, 4 на 5, 4 на 5, также еще и Броун, 4 на 5, также еще и Твист, и 3 на 5 Гзист. Вот такая вот у нас статистика по игрокам. Возвращается у нас товарищ. Да, продолжается матч. Накидывают сейчас игроки команды Астрали с гранатой и, в принципе, делают то же, что они и делали в прошлом раунде. На улице у нас проходит Глейф, но тут Твист его обнаружил. Явный косяк. Не хватило одного смока. Соответственно, Глейва там было действительно очень хорошо видно. Ну, а оставшаяся часть команды Астрали выходит в направлении точки Б. Тут у нас играет Броун на вилке. Спустился вниз, полностью отдал эту позицию, откидывает под себя Смог. Смог команда Астрали вряд ли пойдет. Тем временем, Джи Ви поджал спину. Я боюсь, что этот раунд возьмет команда Фнатик налегке. Уж слишком хорошая у них позиция. Они полностью зажали своих соперников. Но, с другой стороны, Джи Ви не рискует. И, как бы, если на Б все равно пойдет команда Астралис, то, может быть, Броун сразу и погибнет. А вот тут именно от него во многом зависит судьба раунда. Хотя и остальные, в принципе, уже тоже перетянулись. Инфа-то есть от Джи Ви. Но совсем скоро узнаем. Секунд через 15-е. Броун. Нашел Девайса. 5 в 3. 40 секунд. Здесь все Кримс смотрит. Дюпри. Дюпри, правда, ставит хедшот по Кримзу. Броун на размене. Но здесь есть еще и хелпа тиммейтов сверой. Да Броун сам справляется. В принципе, Мэджиск его, правда, взрывает. 1 в 3. Есть 30 секунд. Мэджиск убьет сейчас Твиста. Может постараться выиграть раунд на точке А. Но не зачекает первую левую позицию от себя. Скорее всего, Твист не ошибается и убивает Мэджиска. 5-5. У нас прям близкая игра. Максимально близкая. Раунд за раундом берут. Но это все, разумеется, в пользу команды Астралис. Потому что они за атаку. И они уже, в принципе, берут пятерку, как и их оппоненты. По деньгам проблем нет никаких. По-прежнему все еще и закупка для Астралис, как и для Фнатик, соответственно. И увидим мы сейчас с вами байраунд. Отличный, аналогичный прошлому. 5-5 ничья. Не 5 остается. Команда Астралис денег много. И на этот раунд хватило и на следующий. Zipix падает в вентиляцию. Его пропускают. Причем ни коктейля молотова, ни прострела. Ничего не было. И это уже, конечно, очень серьезная ситуация для команды Фнатик. Но даже без Zipix. Дивай забрал живи. Падает Бролан. Zipix ходит снизу. И просто в шоке. А где все, кого я должен тут отстреливать? Фнатики, судя по всему, уже могут сейвить. Они все находятся сверху. Как бы вне позиции. Поэтому досвидули. Да. Уходят Фнатики. На КТ спаун. Астралис поставит бомбу и попробует аккуратно своих соперников найти. Но вот получится ли? Вопрос. Потому что все-таки у КТ здесь серьезная засада. И АВИК за счет дальней дистанции может делать киллы. И АМК есть, чтобы вблизи постреляться. Что по деньгам на следующем. Опять же, вроде как засейвят Фнатики. Да, 1900 насыпят сверху. И сейчас, по всей видимости, ну, постараются, конечно, закупиться. Я думаю, Твист может дать дроп. У него будет 3800. Он даст АМочку, например. Девайс делает дырки в боксе. Но это потому, что уже, в принципе, нечего терять. Ну и давайте смотреть за следующим раундом. Да, есть какая-то денежка. Вот на 3800 для Твиста. Может дропнуть спокойно. Этим и занимается. Дает АМочку своему тиммейту. И ставится на всякий случай пауза, чтобы ребята из команды Фнатик смогли уже полностью понять, что произошло. Как правильно раскупиться, сколько гранат накупить и как отыграть в следующем раунде. Так, у нас пошел тайм-аут, который, в принципе, довольно быстро заканчивается. Команда Фнатик должна для себя решить, как же лучше играть на нюке. Потому что за атаку Астралис набирает, ну, уже очень много раундов. 6 для Астралис. Плюс еще 2, наверное, возьму. То есть 8-7 плюс-минус. Такие ребята, как Астралис, отпустят ли, понимаете. Тем более 16-1 на трейне. Это все говорит о том, что Фнатик явно не в самой хорошей форме. В частности, Кримс. Звезда команды Фнатик, который, ну, в лучший год, да даже и не в лучший, там, полгода назад, очень сильно помогал команде Фнатик. Был одним из фрак-лидеров. А пока что он довольствуется четверочкой в статистике. Бролан тем временем играет на улице возле гаража. Снизу команда Астралис накидывает банки. Но это Глейв. Он фойкует. А его тиммейт пока что находится перед будкой. И, видимо, будет выходить будка двери. Минута 11 на таймере. Джей Ви ждет. Ой, отвернулся сейчас тайминг. Может, не самый лучший для себя попасть, но нет. Убивает. Делает по фрагу. Его здесь ждали. Кзипик смеси с Дюпри. Делает также фраги. А вот Бролна, Бролна, не жду. Двоих забирает. Дюпри делает фраг против Твиста. Твоя остается. Есть ли информация о Твисте? Нет. Нет. Информации. Но Дюпри, в принципе, это не важно. Он берет бомбу. Он просто сруливает. Отсюда на точку Б будет ставить пакет и уже отыгрывать. Отличное решение. Дюпри сейчас услышит, более того, еще и Твиста, как он прыгнул прям со всей силы и упал в вентиля. Ну и Дюпри 13 на 5. У него статистика. У Твиста 6 на 5. И сейчас узнаем, у кого будет шестая смерть. У Дюпри или у Твиста. Бомба стоит. Дюпри смотрит вперед. Слева бомба. Твист выходит в окно. Проходит через окно, так лучше сказать. Твист. А вот Дюпри не чекает лево. Его сейчас заметит Твист. Смотрит ли? Нет, не смотрит. Ох ты, Дюпри. С ножом прыгнул. Откидывает флешку. Флешка неплохая, но тут и Смок тоже неплохой. А бомба диффузится. А Дюпри простреливает. А Дюпри простреливает криво. А бомба диффузится и раздиффузил. Фнатики. Выигрывает этот раунд. Твист. Молодец. Кстати, так и никто и не умер. Да, наверное, Дюпри надо было менять позицию в какой-то момент. Ну и, видимо, он рассчитывал на то, что Смока не будет. А когда есть Смок, тогда появляются серьезные шансы. Ну и, кстати, Смок он кинул не на бомбу, а в дверь довольно удачно. И вот так все получилось. Хотя обычно все рекомендуют кидать Смок только на бомбу. Но тут конкретно в этой ситуации сыграл немножко нестандартно игрок команды Фнатик. И в итоге взял для себя раунд для своей команды. 6-6. Три раунда до конца. Быстрый выход под флешки через двери от команды Астрали. Скримс на будке. Падает Мэжеск. Умирает Скримс в ответ. Гзис играет на пленте. Ловит его Дюпри. И в итоге Апленд сумели прорвать. Бролан остается у нас на радио. Догадывается, по идее, игрок защиты, что здесь находится Девайс. Но и в итоге Бролан сделал свой килл. Боба стоит, знаетеки, зарабатывает деньги на следующий в любом случае. Но вот взять такое будет проблематично. Хотя Бролан погиб. И теперь шанс, конечно, поболее. Дюпри начинает обходить. Его никто пока, судя по всему, не слышит. Он действует аккуратно на степе. И, кстати, Смок-то хороший в пристройке. Задерживает очень круто команду защиты. Глей забирает девятку. И вот теперь Дюпри никак тут не читается. Спалился на девятке? Нет, кстати, Твист так и не знает, что сверху находится оппонент. Играет он на бомбе. Глей выходит. Моментально падает. А Твист-то знал, наверное, что уже сверху находится Дюпри. Но раунд все равно он отдал. 7-6 пользу Астралис. Единственное, что нужно было сделать Глейву сейчас, так это просто жить и ждать, пока Дюпри обойдет на девятку. Более того, он еще и фраг сделал по оппоненту и жил до последнего. То есть ребята отыграли максимально качественно, что один, что другой. И, разумеется, раунд выиграли свою пользу. 7-6 денег нет. Закупка на все деньги. И, соответственно, ну там нет. Девайсы, конечно, какие-то будут. Сейчас посмотрим. Но в случае проигрышного этого, скорее всего, потенциально раунд 1 за 2 будет для коллектива Астралис. И это выход на счет 9-6. Ну, с деньгами реально проблема. То есть 2 скаута, это МПшечка девятая и 2 пистолета. Глейв заходит в гараж, не боится вообще никого. Здесь к Зиста найдет, делает фраг по нему. Первый девайс уже отлетел. Твист бывает к Зипикса, но Дюпри отлично на размене действует команда Астралис. Броланс со скаута попадает по Мэжеску. Но его здесь просто слева обойдут и отлично, отличным образом его здесь убьют. 8-6, скорее всего, для Астралиса. Соответственно, и 9-6 денег нет. И очень сложно будет здесь Фнатиком сражаться. Честно сказать, девятка за атаку, это многовато для команды Астралис. Так тем более против своего оппонента на своем пике. Поэтому, ну, Фнатиком предстоит очень тяжкая вторая половина. Согласен. У команды Астралис отыграть так много раундов будет проблематично. Дживи пока что действует по 250. Вышел из-под вентиляции. Находит случайным образом Глэйва. Подобрать девайс мог бы, в принципе, но почему-то не стал этого делать. Вернулся назад в тупики. Дюпри тоже падает. Дживи подбирает теперь его автомат Калашникова. А бомба пока что не стоит. Дживи пытается тащить. Девайс у нас под вентилем. Девайс. Неужели спустится? И сейчас погибнет этот Дживи. Все может быть. Дживи ушел в тупики. Бомба стоит. Девайс спустился. Дживи играет очень аккуратно. Его никто не слышит. Дверь открылась. Дживи начинает нашивать смок. Мэджус под углом в 90. Чекает двери. Девайс играет аккуратно. Ну и, по-моему, Дживи слишком много патронов потратил. Как-то прошивал этот смок. Нет диффузов. Играет на пленте. Играет под смачок. Девайс его видит. И все-таки ставит точку в этом раунде. Еще один раунд для команды Астралис. Общий счет 8-6. И напоследок у команды Фнатик снова Форс. Да, 9-6 потенциально. Только лишь пистолеты могут себе позволить. Ну, либо какой-нибудь скаут без армора. Нет смысла покупать другие девайсы без армора. Поэтому либо просто-напросто пистолеты. Хотя вроде как что-то там имеется за спинами. Вроде как. А может и мне показалось. Сейчас посмотрим. Нет, скорее всего это просто 5 пистолетов. И не более того. Вот они. Хаешки. Прилетели. Игрокам. Да, это чисто 5 пистолетов. Такая игра на диглы. Вот он первый дигл. Но только лишь один фраг. 4 в 4. Пробегают Астралис дальше. Здесь слева не чекнет. По всей видимости Глейв. И сзади не увидит твиста. Но очень отпускает серьезно сейчас твист своего оппонента. Но на шифте. Глейв не торопится. Но смотрит зад. Смотрит зад своего оппонента. Ну, в смысле, смотрит зад. А там оппонент. И вот, в общем-то, смогли ребята найти друг друга. Мэджиску убивает в Зист. Мэджиску убивает еще и Дживи. И Кримс последний. Нет. 9-6. Кримс 1 в 3. Попробует. Делает килл. Девайс умирает. Бомба стоит под Кримзом. Но Гзипкса он тут не ожидал. 9 раундов у Астралии. 6 всего лишь у команды Фнатик. Причем Фнатики играли за сильную сторону на Ньюке. И в итоге сыграли не лучшим образом. Ну и, как всегда, небольшая пауза. Небольшой перерыв. Ребята могут даже, по идее, от компьютеров отходить на какое-то время короткое. А, там, не знаю, умыться, собраться, чтобы показать во второй половине свою самую лучшую игру. Фнатики на грани вылета чемпионата. Да? Подожди, хотя нет. Могу ошибаться. Секунду. Фнатики... Нет. Скорее всего, нет. Астралиш не проигрывали. Не проигрывали Астралиш. Выиграли бегов. Да, это аппер брекет. Ну, не на грани. Поэтому могут себе позволить такую роскошь, как проигрыш. В БО-3 против Астралис. Хотя им, наверное, этого не хотелось бы. Все так. Выиграли они Мибров в первом матче своем. С счетом 16-11. Но Астралиш выиграли бегов. А Мибор уже вылетели. Мибор, да. Проиграли бегам как раз. Причем выигрывая 11-1. Это было первым матчем на пролин-трансляции. Поэтому такая вот не самая приятная история для бразильского коллектива. Ну, формально сейчас Фурия все еще в турнире. Мибор не в турнире. А значит, кто лучше? Кто красавчик? Фурия красавчик. Ну, тем более Фурия еще свою первую игру. Соответственно, проиграла. Но выиграла вторую против Ренигейтс 2-0. Ну, вот сегодня будут играть с Рожденными. Побеждать, друзья. Это будет на первом канале. У нас в 8 часов по московскому времени. То есть, через 2 часа. Через 2 часа парни сразу нам все скажут. Или далее. Хотя, через 2 часа только начнется. Ответ мы получим попозже. Ну, к 11 вечера. Ну, я не знаю. Мне кажется, что Na'Vi все-таки Фурию должны обыгрывать тоже. Потому что, если смотреть те игры, которые были у Na'Vi, это, ну, хорошая игра против Maus. А у Maus сейчас состав, мама не горюй, да? Перспективный и мощный. Против Liquid, хоть и проиграли. 2-1, да? Но, по сути, мы-то понимаем, почему они проиграли. Если вы поняли намек, дорогие зрители. Ну, это не намек. Это наметище. Знаешь, как ножом по маслу. Прямо вот так вот. Ножом, да? Острым? Ну, конечно. Ну, как сказать острым? Так, на ХП-50. Не больше. Ну, в итоге 9-6 у нас. 9-6. И продолжается встреча Астралис против Fnatic. Ну, пистолетный первый бай, как бы. И Астралис могут уходить на Vacation Day. Потому что фнатики, увы, показывают не самую хорошую игру. 16-1 на трейне. Теперь 9-6 проигрывает после сильной стороны на нюке. Но пистолетка все-таки может им помочь. Летят хорошие смоки в линейку. Парни спускаются вниз, дабы пройти на точку B. При этом у них бомба. Мэджиска. Можно сейчас подловить. Немножко повезло. Уходят назад. Тем временем пушит дюприбутку. Мог поймать Бролана. Не получилось. Кримс вернулся через вентиль. И у команды Fnatic есть все-таки шанс выйти на Аплент. Глейв падает. Дюпри остается в бутке. Не ловит. Что у дюпри по стрельбе вообще такое? И Бролана сразу не убил. И тут не попал кучу раз. Но взял в итоге Глок. И вот с Глока разваливает как надо. Ты ступал. Здесь туда же. Дюпри умирает от бутки. Все-таки ситуация 3-2. Дефузов у нас нет. Но, может быть, можно где-то подобрать. Где эпикс против G? Ох, это эпикс просто ставит гол. Подживи там не успел выйти. Кримс с разворота делает фраг. Но только один. Мэджиск заел у него палец. Стрелял, стрелял, стрелял. Еще и по своему чуть не настрелял. Но по итогу Астралисы выиграют, друзья. Десятый раунд. Выиграют пистолетку. И это будет 10-6 для коллектива из Дании. Ну, вот фнатики пока, скажем так, довольствуются только шестью раундами. Маловато. Но что уж тут поделать, когда против вас играет команда Астралис. Хотелось бы, наверное, сказать топ-1 команда мира. Но пока что на данный момент только топ-4 команда мира. 10-6 форс не будет. Поэтому потенциально одиннадцатый для Астралис. Там глоки, да? Да. А не, диглы, кстати. Ну, диглы без армора. Такое себе решение, на самом деле. От фнатиков. Ну, попробуют их реализовать. Играют медленно. Заняли начало улицы. Будут там стреляться. Но у команды Астралис никто и не высовывается в ангар особо. Играют аккуратно за ящиками. Чекают выходы ближние на себя. Ну, и там скалу еще проверяет Блейв. Попал под живи. Понимаю, именно живи был на скале. А, нет, живи был где-то на рампах. На радио, точнее. Клейв забирает нас Бролна. Видит дальше лонг. Понимает, что вроде как можно себе позволить постреляться с эмочкой. Спускается вниз. Твист моментально падает. Девайс переключается на юспик. И умирает все-таки от Кримзана. Вот одного игрока Кримз забирает с собой почти всегда. Но этого мало. Надо делать еще киллы. Кримз не справляется. 1.6 пользу Астралис. Серьезно, я думаю, полноценный Байна ждет от ребят из Снати. Да, 1.6. Будут ли ребята брать снайперскую винтовку? Не вижу пока. Давайте пролетим. Нет, снайперских винтовок нет. Более того, Дюприк, кстати, еще и оставляет себе эксемочку. Это интересное решение. Смотрим, друзья. Смотрим, как же закончится вот этот раунд. По идее, достаточно важный раунд, потому что это первый такой бай серьезный. Ну и за которым мы уже будем наблюдать. Гзист вместе с Твистом и Живи будут отыгрывать с Калаша. Есть два СГшечки. Две СГшечки уброванные у Кримза. Ну и минут 30 на таймере. Раскидывают уже флешки. Смоки. И господа будут заходить уже в ближайшее время на позиции. Попробуют, по крайней мере, заходить. Без захода раунды не возьмутся. Плей при этом под флешку тиммейта действует на улице неплохо. Наказывает Кримза. Попадает очень хорошо по Гзисту. Дюпри ошибается с дробовичком на будке. Но при этом Мэджиска в этой же позиции никто не ждал. Твист и Бролан отчалили. Ну и в конце концов, Живи один против троих. А к Живи в спинку подкрался незаметно Зипекс, который его берет и убивает. Ну вот, Зипекс. Уверенный игрок. Разобрал Живи. 12-6 в пользу команды Астралис. Ну и трешка у нас у команды Фнатика. А это снова деглы. Может быть, арморы. Но пока что мы-то все с вами понимаем, друзья. Астралис на всех парах хотят пройти финальную стадию этого чемпионата. Да, 12-6. Денег нет у ребят из команды Фнатик. Лос-бонус максимальный. Накидывает там 3-400, не считая бомбы. Но сейчас придется раунд слить. Почему? Потому что, ну, денег нет. И закупаются ребята тремя деглами. Есть также два армора, кстати. ЦЗшка и П-250. Ну а у Астралис с каждым раундом вырастает экономика. Не укрепляется все сильнее и сильнее. У них есть уже даже калашников, тремочки и СГ у девайса. Ну и, в принципе, все более чем неплохо. Есть какая-то такая небольшая подушка безопасности по экономике. И в случае чего, если там Фнатики решат забрать раунд другой. Но вот этот, вроде как, наверное, максимум, что здесь могут сделать Фнатики, это попытаться установить бомбу. Набрать себе побольше денег. Ну и если, опять же, захочет, твист, например, взять себе снайперскую винтовку в следующем, или GV, или еще кто-нибудь из ребят с команды Фнатик, то, наверное, могут себе позволить. В случае установки пакета. Но пока вопрос стоит остро. Не знаю, остро, не остро. У команды Фнатик ничего не получается. То есть они делают слишком прямолинейные вещи, при этом они не стреляют, и Астралис очень легко могут попасть в следующую стадию. Ну, кстати, не всегда это хорошо. То есть слишком простые соперники, ты проходишь, а в итоге потом у них опять будет серьезная проверка. Ну, против тех команд, которые будут пыхтеть, да, чтобы зайти в эту стадию. Там, опять же, или Нави, или Фурия, или, может быть, ну, Ликвит вряд ли. Там кто еще? Как-нибудь Мауза, или Биги, да, и вот в той уже встрече, в команде Астралис, ну, вряд ли, будет настолько легко, как это есть сейчас. Но они с Бигами играли уже. 16-4. Ну, играли одну карту, а там уже будет другая. То есть те Биги, которые обыграли Нибор, да, уже сильнее, чем вчерашние Биги. Потому что они сказали характер, они переигрались. Коммуникации, т.д. и т.п. Ну, это то, о чем всегда мы говорим, о том, что по ходу турнира, команда, которая проходит потихонечку вперед, она набирает форму. Ладно, у нас снова раунд от команды Фнатик, ну, и опять же, какие-то проблемы. Первый килл, кстати, был за шведами, ну, а потом сразу же два в ответ от команды Астралис. Девайс уходит неплохо вниз, за колонну, проверяет вилку. Не торопятся Терры. Тем временем Кримм умирает от Зипекса, и Бролан к Зистам будут, наверное, вниз спускаться. А там я напоминаю Девайс, который с авиком делает так щелк сейчас. И, оп, щелк не получился. Кстати, Девайс падает, смог на короткий. Бролан вместе с Зистом впустились вниз. Мэджос к Зипекс тоже уже почти на точке. И начинает нашивать Бролан 100 хп. В итоге Мэджос умирает. Ой-ой-ой, прострел от Бролана какой классный. На айде, кстати, Дюпри ходит. А Дюпри тоже в ланге. Ну, кстати, этот раунд, может быть, Фнатики возьмут. Нет, правда, гранат у них. 2 в 4 были в какой-то момент. Ну, а вот теперь вот, да, все вопросы к последним игрокам. Астралис, Дюпри на стрельбе выходит. Убива... О, нет. Тут как-то Астралис, ну, очень круто эту ситуацию довели. И, да, логического конца. 14-6, опять же, да, была ситуация 4 в 2 в большинстве. Ребята из Астралис были. Но вот Фнатик вроде как сделает 2 фрага. Но дальше очень круто разыграл игрок, который вышел с двери. Все внимание забатил на себя. Сделал более того и фраг. И последний также умер от игрока с окна. 14-6, бомбу, конечно, установили. И закупаться, по всей видимости, да, все-таки будут. Опять же, если бы не было бомбы, не было бы и денег. Кстати, вы посмотрите, друзья, 5 раундов подряд. И все, в принципе... А, не, даже 8 раундов подряд, если учитывать первую половину у нас от команды Астралис. И, в принципе, пока ни одного раунда за Т для команды Фнатик. А если получается 8 раундов подряд, то счет у нас был какой? Счет у нас был 6-6. Ну вот Астралис, видно, что вырвались вперед. И, по сути, возможно, последний раунд. Прям серьезный. Потому что в случае, если не будет не установлена бомба, не застрелены девайсы, это, скорее всего, будет 16-6. Да не, ну тут приплыли шведы. Это 100% уже. 4 в 5. Астралис за красным. Рядом с ним тиммейт. Это Кримс. Думаю, спускаться вниз или нет. И вообще, что делать? Ничего не получается. Девайз заметил игрока в гараже. Предупредил тиммейта. Падает вниз. Видим, Глейд наказывает виста. Играет за синим. Броун на пристройке. Ловит флэш. Глейд пытается... А, неплохо, кстати, под себя откинул свок. В итоге сейчас пойдет, наверное, воевать с Броуном, который на крыше. Ну, а Кримс спускается вниз. По нему была, в принципе, инфа. Он решил, что была, не была. Она будет с Майджем до свидули. Глейд тоже говорит до свидули. Ну, и Дживи последний 1 в 5. 15-6. Пользу командой Астралис. И, возможно, нас ждет последний раунд. Да, все именно так. Денег нет. Вы держитесь. Ну, и... Дживи последний против пятерых. Сколько насыпят? Давайте глянем еще раз. 3-400. Всего. Без бомбы. Без ничего. Этого не хватит вообще ни на что. Ну, может быть, какие-то, не знаю... Первые арморы покупать с калашами не имеет смысла, потому что здесь эмки. То есть, они заваншотят тебя в голову, если у тебя не будет армора. Что можно купить? Ну, Галилы какие-нибудь со вторым армором. Может быть, Скаут или что-то типа такого. Но, друзья, мы все прекрасно понимаем, что здесь потенциально уже 9 раундов. Потенциально 10 раундов для команды Астралис. Ну, и, в принципе, отличная и безупречная защита от датского коллектива. Но у шведов немножко не получилась игра. Хотя, вроде как, начали неплохо. Выиграли в какой-то момент 3-0, но вот дальше Астралис собрались. И, да, вроде, знаете, как-то выиграли 3-0, а счет 15-6. Но вот такое тоже бывает. Бывает. Фнатики начали за здравие, а заканчивают за упокой. Да. Ну, пока что команды просто разного уровня. Может быть, Фнатики через какое-то время будут играть как Астралис. Но, опять же, за счет чего, или Астралис скатится, или все-таки команда Фнатик будет играть получше. Пока что играет агрессивно через двери. Накидывает много гранат. Живи начинает нашивать пристройку. Глэйс ловил банки. И падает все-таки от Бролана. Без капитана. Но при этом 3 человека, по-моему, на плейте находятся. Дюпри разваливает Бролана. Погибает Вист. Выходит Мэджис. Дюпри остается на точке. Развалил уже квадрокилей. И сантюбри нет. Чуть-чуть. 11 хп от Гзиста. Галила Гзиста. Но он падает. 16-6. Поздравляем команду Астралис. Да, все так. На Астралис молодцы. Выигрывают со счетом 16-6. Ну, друзья, у нас впереди еще третья Best of 3. Мы говорим Сене огромное спасибо за то, что он к нам пришел. У нас будет сейчас небольшая смена, соответственно, комментаторов. Ко мне придет, по идее, должен прийти Леша Пчелкин. И мы с ним будем комментировать уже третья Best of 3. Это будет... Спасибо. Да, Хероика на IP. На этом все. Скоро вернемся. Надеемся, что не будет пауза длительной. Арсений Синитреноженко, Александр Закрегедуменко. Скоро вернемся. Спасибо. Спасибо.